МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Гродно+. Студия Наталья Дюрт. Сегодня в нашем выпуске. С официальным визитом на байдарках. Мэр польского города Августова приплыл в Гродно. Почетных граждан Гродно станет больше. Пополнится и книга славы города. Кандидатуру обсудили на 28-й очередной сессии Гродненского городского совета депутатов. К третьему этапу готовы. Белорусское ПВО на учениях в Российской Федерации представит полк Гродненского гарнизона. Нашла документы на улице и решила отправиться к мужу за границу. В пункте пропуска Брузги задержали Чеченку, которая пыталась выехать под чужим паспортом. В школу с добрым сердцем БРСМ помогает детям. Мэр города Августова на собственном примере показал, что с течением реки Неман можно справиться. Для этого нужны всего лишь хорошая физическая подготовка и байдарка на четверых. С какой целью польский бурмистр посетил Гродно и как в дальнейшем будут развиваться отношения между городами, смотрите в следующем сюжете. С хлебом, солью и народными песнями встретили бурмистра города Августова Войтиха Валюлика. Позади почти сотни километров на байдарках по Августовскому каналу и Неману. Мы встретились, оговорили все вопросы, связанные с трансграничным сотрудничеством, и согласовали такой вот рекламный ход со стороны Польши, показать, что такое Августовский канал, что такое река Неман, и как на ней можно сегодня вести туристический бизнес. Туризм – это бизнес. И мы надеемся, что благодаря тому указу, который подписан президентом, который начнет работать уже с октября месяца, он даст определенные результаты. От Гродно до Августова, можно сказать, рукой подать. Всего 57 километров. На машине это меньше часа. Августов, конечно, младше Гродно, как минимум на столетие, но ему, кроме гипермаркетов, тоже есть чем похвастаться. Здесь берет начало знаменитый Августовский канал. К слову, во всем мире зодчие соорудили только три таких – в Великобритании, Швеции и на границе Белоруссии и Польши. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве двух городов. У вас богатая история и красивая природа. У нас также красивые озера, леса и богатая история. Все это благоприятствует культурному и спортивному обмену, а в будущем, может, и производственному. На одной рекламе городоначальники обеих стран решили не останавливаться. Мечислав Гой и Войте Хвалюлик подписали договор о трансграничном сотрудничестве. К тому же месяц назад было решено построить велопешеходные мосты и велодорожки в двух городах. На встрече польская сторона показала эскизы архитектурных проектов. Движение на Байдарках, проплыть от Августовского канала и к нам – это еще один плюс в том, что проект будет услышан и одобрен Еврокомиссией. Увеличить привлекательность и туристический потенциал региона позволит и безвизовый режим. Уже с октября гости из соседних стран смогут посещать Августовский канал и наш город в течение пяти дней без визы. Стоит отметить, что сейчас гродненские спортсмены планируют ответный визит в польский Августов. Юлия Балтруканис, Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Кто станет почетным гражданином Гродно в 2016 году и кого внесут в Книгу славы города? Кандидатуры обсудили на 28-й очередной сессии Гродненского городского совета депутатов. Из 14 претендентов на высокие звания комиссия выбрала самых достойных. Их имена будут объявлены на празднование в честь 888-летия города Наднемана. Почетным гражданином города Гродно в 2016 году станет Рышард Кацинель, главный инженер Института Гродно граждан проекта. Его имя внесено во Всемирную энциклопедию мирового зодчества. Заслуженный строитель Беларуси с полувековым стажем спроектировал и построил в Гродно практически каждый третий объект. В Книгу славы города решено внести имена Анатолия Никитина, долгое время стоявшего у руля Городского совета депутатов, историка Виктора Саяпина и профессор медицинских наук Михаила Лиса. Все они внесли огромный вклад в развитие разных сфер нашего города. На сессии Городского совета народные избранники также обсудили насущные финансовые вопросы. Так, одним из них стало увеличение расходной части бюджета. Более 400 миллиардов выделено дополнительно на ремонт поликлиник, школ и детских садов. На заседании также уделили внимание организации предстоящих выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Мы вступили в завершающую фазу избирательной кампании. У нас уже начато досрочное голосование. Призываю всех посетить избирательные участки, выполнить свой гражданский долг и высказать свое отношение к будущему парламенту путем избрания того кандидата, которого каждый считает достойным и представящим интересы нашего города. Коллегия управления торговлей и услуг Гродненского облсполкома сегодня подвела промежуточные итоги эффективности работы предприятий торговли и бытового обслуживания. Сфера торговли Гродненской области отметилась неполным выполнением планов вперед с января по сентябрь текущего года. В частности, отрицательная динамика у предприятий города и районов – это 22 из 28 организаций торговли. Невыполнение плана по розничному товарообороту связано с двумя объективными причинами. Это падение реальных доходов населения и существенный удельный вес рыночных образований в товарообороте Гродненской области. Однако, как считают специалисты, грамотная маркетинговая политика может улучшить динамику развития розничной торговли. Начинает свою деятельность Министерство антимонопольного регулирования торговли. И в условиях либерализации экономики основное правило работы предприятий – это прежде всего добросовестная конкуренция. В этих условиях нашим предприятиям придется работать и учитывать, скажем так, происходящее изменение законодательства. Войска противовоздушной обороны Гродненского гарнизона перешли к третьему этапу учений. Они пройдут на полигоне Ашулук в России. До этого в августе полк ПВО провел подготовку к масштабным стрельбам на Гожском полигоне под Гродно. Как отправлялись на выполнение важнейшей задачи солдаты и офицеры, узнавала Иоланта Будила. В армейской жизни учения – неотъемлемая часть службы. Подготовка, тренировка, учебные тревоги, боевые развертывания – весь этот комплекс мероприятий нацелен на безупречное выполнение боевых задач, которые стоят перед отделением. Александр Фёдоров проживал всё это ни раз и ни два, но и сегодня подполковник в отставке говорит о предстоящих военных мероприятиях с энтузиазмом, напутствуя солдат перед стартом. Каждому воину, который сейчас направляется на эти боевые пуски, я бы, конечно, посоветовал самым должным образом обратить в выполнение своих личных обязанностей, потому что от каждого из них будет зависеть результат боевого пуска. Учения проходят в четыре этапа. Старт им был дан 23 августа. Им предшествовала тщательная подготовка на всех уровнях. От офицеров до солдат каждый готовился выполнить свою часть задания на отлично. По словам командира 1-го зенитно-ракетного полка Евгения Кокурина, этап предстоит сложный и ответственный, поскольку большинство офицеров и солдат в такого рода мероприятиях ранее задействованы не были. Молодые офицеры, солдаты, сержанты, которые не участвовали в таких учениях. И предстоит поделиться опытом, провести боевые пуски по ракетам-мишеням, которые представляют перспективные и существующие средства воздушного нападения. На полигоне Ашулук наши военнослужащие пробудут неделю. Им предстоят боевые стрельбы по учебным мишеням. По итогам учений, со всеми наработками, замечаниями и результатами, они вернутся в расположение части, чтобы дальше нести службу по охране воздушных рубежей страны. Иоланта Будила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. На границе снова нарушители. В пункте пропуска Брузге пограничники задержали гражданку Российской Федерации и чеченской национальности, которая предъявила чужой паспорт. Контролер заметил, что фотографии в документах не соответствуют предъявителю. Но девушка настаивала, что паспорт принадлежит ей и даже заявила, что недавно сделала пластическую операцию. К слову, на все вопросы пограничника Чеченка отвечала уверенно. В ходе опроса было установлено, что она знает все информационные данные, которые содержатся в этом паспорте. Тем не менее, контролер посчитал необходимым провести специальную проверку документов, в ходе которой было установлено, что паспорт не принадлежит данной гражданке России. После предъявления непровержимых доказательств Чеченка призналась в подлоге и даже предоставила свой настоящий паспорт. По словам девушки, она хотела попасть во Францию к мужу, но на визу денег не хватало. В Грозном на улице она нашла документы, в которых стоял заветный пропуск за рубеж. Я хотела их вернуть, если в ближайшие дни, если встречу человека, у которого есть эти документы. Я и этих документов особо объявлений ничего не было. Поэтому я подумала, может я с этими документами пройдусь. Подумала, что она на меня похожа. Сейчас нарушительница находится в изоляторе временного содержания Гродинской погрангруппы. В отношении ее возбуждено уголовное дело. Почтить память и возложить цветы к памятнику бойцам и командирам 85-й стрельковой дивизии доверили самым маленьким. Воспитанники детского сада номер 100 приняли участие в акции «Делай доброе дело, тем живем на земле». Маленьким гродницам на необычном примере показали, что делать добро просто. Дошкалята, вооружившись граблями и ведерками, привели в порядок территорию около памятника бойцам и командирам 85-й стрелковой дивизии. Параллельно воспитатели детского сада рассказали о значимости данной акции. Любовь к родному краю и культуре начинается с малого. Сегодня наше выступление детей приурочено к мегапроекту «Делай доброе дело, тем и живем на земле». Мы воспитываем в детях нравственное и патриотическое воспитание, чтобы они помнили о тех, кто сражался за нашу родину, кто отдал свои жизни, и чтобы взрослее они всегда были полноправными гражданами своей страны. Мы подбирали территорию, разложили цветы на памятники и рассказали стихи. Помимо возложения цветов, маленькие грудницы почтили минутой молчания память погибших воинов, а чуть позже прочли стихи о войне и родине. Добрые дела нужно совершать регулярно, считают в Белорусском республиканском союзе молодежи. Уже не первый год молодежная организация помогает ребятам из малобеспеченных и неблагополучных семей и детям из приютов пойти в школу с собранным рюкзаком. По итогам благотворительной акции в школу с добрым сердцем сотни ребят получили необходимые им канцелярские принадлежности, портфели и одежду. Воспитанники социально-педагогического центра в Агрогородке-Лойке Гродинского района нуждались в спортивной форме. Волонтеры откликнулись на просьбу ребят. Завтра завершится областной этап акции. Мы посетим Гродинский районный социальный центр, где вручим деткам спортивную форму. Кроме того, для деток будет организован концерт. После этого данные детки посетят город Гродно, кинотеатр, где посмотрят мультфильм. В продолжении выпуска немного спортивных новостей. Гродненские футболисты с честью выступили на отборочном матче чемпионата мира 2018. Игра состоялась накануне в Борисове. В составе сборной нашей команды трое гродненцев. Максим Бордачев, Сергей Черник и Сергей Кривец. Сражались дома с командой вице-чемпионов Европы сборной Франции. Матч закончился без голевой ничьей. Максим Бордачев провел на площадке всю игру. Сергей Кривец вышел на замену на 69-й минуте, а Сергей Черник был запасным. Сейчас в нашей группе на первом месте расположилась сборная Болгарии. У нее три очка, а вот по одному баллу в активе сразу четырех команд. Беларуси, Франции, Нидерландов и Швеции. На последней позиции сборная Люксембурга, у которой пока нет набранных очков. Сегодня в Рио-де-Жанейро вновь вспыхнет Олимпийский огонь. 15-е Паралимпийские игры пройдут в Бразилии с 7 по 18 сентября. В них примут участие и три представителя нашего города. Анна Конюк выступит в прыжках в долину среди спортсменов с нарушением зрения. Наталья Шавель в плавании, нарушение опорно-двигательного аппарата. Александр Трипуть в метании копья, нарушение опорно-двигательного аппарата. Кроме того, Анна Конюк избрана капитаном сборной команды Республики Беларусь. Александр Трипуть выступит и знаменосцем на торжественном открытии Паралимпиады. Он же первым выйдет на старт 9 сентября. В продолжении выпуска новости от наших партнеров. Компания «Корсак» проводит акцию «Забирай мебель без денег» только до 8 сентября. Успей купить мягкую или корпусную мебель по выгодным условиям. Приглашаем за покупками по адресу. Фомичева, 2, торговый центр «Магнит», «Цокольный этаж» и «Богутского, 5». Все подробности на сайте «Корсак.бай». И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте «Гродно-плюс-тв.бай». А поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру 77-33-04. На сегодня с вами прощаюсь. Приятного отдыха на «Гродно-плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова